Дата 25 сентября в истории войн оставила значительный след, отмечаясь важными военными событиями, изменившими ход отдельных конфликтов или даже целых эпох. Рассмотрим наиболее значимые события, произошедшие в этот день в разные годы. Битва при Хастингсе, 1066 год. Подготовка. Одним из величайших событий этого времени стало вторжение Вильгельма-завоевателя в Англию, которое началось 25 сентября 1066 года. В этот день армия Гарольда II, короля Англии, одержала победу над норвежскими войсками в битве при Стамфорд-Бридже, однако это стало только началом череды событий, которые привели к знаменитой битве при Хастингсе 14 октября. Победа Вильгельма-завоевателя в Хастингсе изменила политический ландшафт Англии и Европы, заложив основы будущего могущества Английского королевства. Операция Маркетгарден, 1944 год. 25 сентября 1944 года стало завершающим этапом одной из самых масштабных операций Второй мировой войны — операции Маркетгарден. Эта операция предусматривала стремительное наступление союзников через Нидерланды, целью которого было захват мостов через главные реки и обеспечивание выхода к Рурской области Германии. Однако неудача операции привела к тяжелым потерям среди воздушно-десантных войск и укрепила позиции немцев на линии фронта, задержав освобождение Нидерландов до 1945 года. Блокада Ленинграда, 1941 года. 25 сентября 1941 года, спустя несколько недель после начала блокады Ленинграда, советское командование предприняло одну из первых попыток прорыва кольца немецко-финских войск. Несмотря на героические усилия Красной армии и обороняющихся, блокада продолжалась еще более двух лет, став одной из самых трагических страниц в истории Второй мировой войны. Ленинград, осажденный 872 дня, пережил страшный голод и разрушение, но так и не был сдан врагу. Сражение за Мон Сен-Жан, 1815 год. Еще одно значимое событие связано с битвами наполеоновской эпохи. После своего поражения при Ватерлоу, Наполеон Бонапарт, 25 сентября 1815 года, официально был отправлен в ссылку на остров Святой Елены. Это знаменательное событие завершило его влияние на европейскую политику и укрепило новую послевоенную систему, созданную Венским конгрессом. Война в Корее, 1950 год. 25 сентября 1950 года войско ООН под командованием генерала Дугласа Маккартура освободили Сеул, столица Южной Кореи, от северокорейских сил. Это событие стало переломным моментом в ходе Корейской войны, поскольку до этого момента войска Северной Кореи контролировали практически весь полуостров. Освобождение Сеула укрепило позиции сил ООН и привело к последующей контратаке, которая стабилизировала линию фронта. Операция в заливе свиней. 1960 год. 25 сентября 1960 года США начали подготовку к операции в заливе свиней неудачной попытки свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе. Этот момент стал предвестником холодной войны и усилил напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Хотя операция официально началась в 1961 году, подготовка разведывательных и военных сил началась еще за несколько месяцев до этого дня. 25 сентября – это дата, которая вновь и вновь становилась переломным моментом в разных военных конфликтах и эпохах. Она символизирует стойкость, стратегические решения и великие события, которые оказали значительное влияние на ход мировой истории. Эти уроки прошлого продолжают оставаться важными для анализа и понимания сегодняшних конфликтов и военных стратегий. Только изучая такие события, как битвы Второй мировой войны, операции Наполеоновской эпохи или же конфликты Холодной войны, мы можем глубже понимать роль стратегии, тактики и людского фактора в военных действиях. Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайк, если вам было интересно, и обязательно оставляйте свои комментарии. Ваше мнение для нас очень важно. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы вместе обсуждать интересные темы. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!